На целый час терминал Ф. Шереметьево превратился в место проведения торжественной церемонии. Офицеры Московского пограничного института ФСБ передали сотрудникам аэропорта эстафету, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Символами акции стали макеты пограничных столбов с георгиевскими лентами. Они преодолели уже десятки городов и тысячи километров. Один из них доставили в Химки. Данная эстафета стартовала с двух точек одновременно, с крепости Героя Бреста и с города Героя Мурманска. И, соответственно, направилась по двум направлениям, по западному и восточному. Участники церемонии – специальные эстафетные группы, куда входят представители пограничного ведомства, члены военно-патриотических клубов, ветеранских организаций и другие общественные объединения. Эстафета победы призвана укрепить единство и дружбу народов и увековечить память пограничников, которые защищали рубежи страны в годы Великой Отечественной войны. Помните, какую ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Акция проходит вдоль внешней границы СНГ и объединяет девять стран и десятки городов. В Химках же проходит граница для прибывших по воздуху. Немаловажную роль город играл и в годы войны. Западный фронт здесь остановил немецко-вширские войска и отсюда началось контрнаступление наших господин под Москвой. Собственно говоря, это начало коренного перелома Великой войны. Завершили торжественную церемонию выступлением творческих коллективов. Молодые артисты танцевали подвоенные песни, а вокальный ансамбль исполнил узнаваемые композиции. Это день победы, пороха в ротах, это праздник с сединою на песках. Через несколько дней химкинские пограничники передадут эстафету коллегам из Новосибирска. Финальным пунктом назначения станет могила неизвестного солдата в Москве, где оба символа победы встретятся. Акция завершится 28 мая. Продолжение следует...